давайте вернемся к тому моменту о котором я делал недавно очередной свой фильм и в этом фильме я рассматривал тот самый камень шантамане я видел что мало зрителей которые понимают эту проблему и думают что это какая-то сказка дело в том что эту сказку ее нельзя другими словами преподносить и поэтому приходится говорить сказочным языком в надежде что зрители это поймут и главным в этой сказке я напомню является то что перед великой отечественной войной клан косыгина передал клану сталина тот самый черный камень который был положен в основу ядерного вооружения и поскольку наши зрители в основном питаются из энциклопедий такими знаниями потому что другого источника как бы и нет то я вам спешу преподнести ситуацию которую на днях озвучил михаил ковальчук глава курчатовского института или центра теперь уже дело в том что он произнес такую очень интересную фразу когда делал свой обход свою экскурсию по определенным музеем связанным с ядерным оружием он сказал что 22 июня 1941 года то есть в день начала войны в питере тогда это был город ленинград был запущен первый циклотрон 22 июня 1941 года в ленинграде в стихе курчатов пустил 1 циклотрон таким образом с одной стороны в ссср развивалась своя научная школа то есть ситуация с ядерным оружием было уже можно сказать отработано потому что все вот эти сопутствующие вещи которые становятся не секретными или полусекретными или секретными но не особой важность они всегда показывают на то что физические вещи секретные вещи решены уже под эти изделия и под эти объекты уже лет 30 40 а в наше время 50 как до этого вот например у нас сегодня рассказывают что мы пустили супер новую ракету циркон да она навела шороху там на западе но если бы вы знали когда от подобные ракеты начинали только становиться не секретными то вы бы пришли к дате ну например где-то 90 год то есть вот тогда эта ракета уже стала не секретная это значит что ее не сняли с вооружение но она стала более менее доступной для внешнего так скажем наблюдения а когда ее разрабатывали это были совершенно другие годы совершенно и если мы с таким же мерилом подходим к нашему ядерному вооружению я имею в виду мировому не российскому мировому то мы должны все истоки ядерные программы которая выразилась в публичный акт взрыва американцами то мы должны эти истоки искать где-то лет на 30-40 до этого то есть это примерно самые минимальные самые минимальные это где-то двадцатые тридцатые годы сын вернадского который жил в америке писал что в тридцатых годах вдруг прекратились все публикации на тему что-то не так еще что интересно тут недавно был очень интересный старенький по моему даже советские судя по экрану я не запомнил как он называется фильм когда в молдавии наши разведчики искали какой-то секретный гитлеровский объект и вы представляете секретность этого объекта была в том заключал что наши разведчики искали урановые кладовые с теми снарядами которые конечно еще были каким-то образом начинены этим ураном и это в том самом фильме об этом как раз говорится это фильм советских времен еще таких ранних когда еще телевидение было не совсем красивым как сегодня это говорит о том что там в молдавии это специально подчеркнуто в этом фильме в сорок четвертом году уже были такие объекты построены гитлеровцами супер секретные там целая гора поднималась чтобы туда под нее войти и проникнуть на этот объект я к тому это говорю что теперь представьте по числам 22 июня 41 года это циклотрон запущен у нас в санкт-петербурге сорок четвертом году у гитлера куча всевозможных каких-то различных тайничков с ураном и различными снарядами причем тайнички он эти делает как грибы какой-то молдавии удивительно просто и давайте теперь вернемся к той проблеме почему собственно наши войска не сдали тот самый питер немцам почему была блокада ленинграда и почему с другой стороны гитлеровцы не смогли захватить этот город преодолеть охрану его то есть преодолеть вот этих защитников почему все это происходило я не буду напоминать параллели с различными библейскими событиями помните тогда из египта в библии евреи исходили они шли по красному морю якобы оно раступилось они прошли а их преследующие войны египетские они все потонули под замкнувшимися водами вот здесь в санкт-петербурге была та самая ситуация как бы лингвистические литературно тоже проиграна была сделана дорога жизни по которой снабжение шло по морю то есть по озеру по ладожскому озеру естественно воды пропускали только наших туда и обратно ну а гитлеровцы сколько не бомбили не смогли большого вреда причинить этой дороге она функционировала все-таки так что позволило питерцам выстоять ленинградцам выстоять в этой блокаде и что интересно вот эту дорогу вот эту дорогу прокладывал и руководил ее настройкой тот самый косыгин а ему тогда было не так много лет и что интересно еще более это были сороковые годы то есть годы великой отечественной войны а до этого косыгин очень интересным образом вообще вписался в советскую действительность пока ему было мало лет двадцать с небольшим его какая-то неизвестная неземная сила поставила руководить огромнейшим трастом огромнейшей компании английской то есть эта компания принадлежала Англии причем она бы принадлежала Англии еще с 1900-х годов и косыгин был поставлен начальником генеральным директором этой компании и что он в ней делал он вывозил золото бриллианты все самоцветы все полудрагоценные камни все редкоземельные металлы обычные металлы алюминий медь ну естественно золото я уже сказал все это он вывозил все это вывозил с под его командованием в Англию поэтому я говорил что та ситуация что он возможно является царевичем она не лишена основы потому что он и руководил в двадцать с небольшим лет таким огромным мировым колоссом который собирал все что хорошо и плохо лежит на русской территории начиная от уральских гор до самого Дальнего Востока вся эта территория была его но самое главное что он вывозил это урановые руды и вы знаете такого писателя Ефремова он в те годы тоже сотрудничал как раз с этим самым косыгиным и он ему прокладывал дорогу как геолог показывая где лежат урановые руды и где их надо брать чтобы вывозить туда в Британию и когда сказочно я рассказываю вам о том что косыгин клан косыгина передал сталину тот самый камень шантамани который может быть положен в основу ядерной бомбы то вот теперь можно перевести это на обычный русский язык представьте что это были двадцатые тридцатые годы писатель Ефремов геолог по образованию он разведал те местности нашел урановые руды косыгин в молодом своем возрасте но с большими полномочиями стал добывать этот уран и увозить его в Англию Англия уже перераспределяла этот уран по разным другим своим колониям в том числе и в гитлеровскую германию наверное потому что иначе откуда у гитлера взялись такие обширные букеры с ядерными материалами по всей европе вот говорю про тот самый фильм сорок четвертому году у него уже все было а нам говорят о первенстве каких-то американцев а фильм тогда куда этот денем но и самое главное что если вспомнить историю теперь этой фирмы который возглавлял тот самый косыгин то она была такая тридцатых годах выяснилось что этим англичанам которые забирают у нас все им не хватило не хватало денег дело в том что они были освобождены от всех налогов кроме что они платили семь процентов или три процента что-то вот за какую-то ерунду там то ли это была пошлина какая-то то ли это была доля российского советского государства и косыгин от имени английской короны выступил и сказал что знаете ребята вот нам мало нам не хватает давайте вы нас сто процентов освободите от всех налогов и податей но к нему туда в его штаб-квартиру она была где-то там в районе урала приехали чекисты просто всех постреляли а его отправили в тот самый питер учиться швейному делу как некогда и у нас одного тут антисоветчика недавнего тоже отправили учиться швейному делу так вот в питере у он единственный всей своей компании поступил в этот институт и стал нормальной швеей а всех остальных нквдшники там чекисты положили вот так закончилась эпоха этой самой структуры и что интересно я об этой структуре вот об этой золотой и урановой жилки еще писал знать когда лет десять тому назад в своей книге кувырок луны меня спрашивают часто какой из своих романов я считаю самым лучшим что ли с чего надо начинать исследовать мое литературное творчество все романы как дети они очень важны для меня но я считаю с точки зрения человека который делает первый шаг вот в мой мир в мир моих литературных достижений лучше читать все таки либо битва за мировой престол потому что там рассказывается о английской короне и все варианты рассматриваются на тот момент когда эта книга писалась это был год рождения принца джорджа и второй второй роман это тот самый кувырок луны потому что он описывает 100 лет 100 летний период буквально достоверно и прям по косточкам весь начиная от короны английской нашей власти ядерного вооружения становления электронно-вычислительной техники то что мы сегодня называем компьютерами и много-много всех вещей включая ту самую луну ее псевдо покорение развитие космической техники и много-много еще чего заканчивая тем то и как разрушил советский союз и когда это случилось вовсе не в 1992 году а намного раньше в 1970 усилиями того же самого косыгина почему я так его и ну так скажем не люблю когда книга кувырок луны вышла в свет какова была реакция его родственников косыгина они сделали большую выставку фонде екатерина это в самом центре москвы я был приглашен туда мы там участвовали открывали эту выставку 3 вице-премьера нашего правительства там была целая гора клубники виктории и целая огромные батареи не знаю несколько сотен бутылок шампанского это весь фуршет симпатично выглядело все было сделано очень интересно все были большие люди со всеми своими званиями и цель этой выставки была показать какой он был косыгин чтобы как бы в противовес моей книги продемонстрировать что он был действительно супер супер пупер пупер и я честно говоря боялся когда шел на эту выставку я думал что они действительно привлекут очень большое количество различных архивных документов которые затмят мои выводы и мои данные которые я привел в своей книге тем более было заявлено что в этой выставке приняло участие 22 закрытых военных архива которые предоставили свои документы что же увидел я на этой выставке все то что есть в интернете к сожалению и самое главное что я увидел как раз ту самую обложку того самого договора по которому тот самый косыгин вывозил все это богатство из нашей территории в пользу британии да все это было представлено в подлинниках или может быть в каких-то уже таких списках не знаю но то есть они все своими экспонатами подтвердили то что сказал я в своей книге кувырок луны и то что в принципе доступно для любого исследователя из открытого пространства ничего другого альтернативного представлено не было поэтому их этот самый путь против моей книги он не удался он прошел незамеченно я думаю что из вас никто о нем даже не слышал хотя я повторюсь три вице премьера открывала эту самую выставку она длилась там целую неделю в центре москвы завалили все этим самыми шампанским с ягодами виктории а это была середина зимы пшик в итоге так вот теперь еще раз перевожу чтобы запомнить это раз и навсегда когда молодом возрасте каким-то чудом косыгин владел вот этой большой английской компании которая работала только на королеву только на королеву и вывозила все богатство только королеве королевскому престолу то мы должны понимать что ему тогда был косыгин 20 небольшим лет и кроме того как сама королева его на эту должность назначить никто не мог в своей же компании поэтому то что он был сыном так называемого убиенного николая второго это вполне возможно и скорее всего это так царевич алексей поэтому его так и сталин любил и оберегал всячески потому что сам был из той же когорты а когда сказка говорит о том что косыгин передал сталину камень шантамане и простые люди которые прямые как бревна не понимают иносказательного языка то я перевожу на нормальный язык который понимают другие люди это значит что все выкладки по своим достижениям на добычи урановых руд которые уже к тому времени были исследованы в том числе и писателем геологом ефремовым то все это он передал сталину с пояснениями как из этого из урана и урановых этих руд как сделать то что является бомбой или каким-то образом использовать в вооружении вот что имеется в виду под передачей кланом косыгина камня шантамане возможно была и другая система торговли когда те самые сказочники говорят что косыгин отдал камень шантамане сталин для того чтобы тот не трогал их клан то речь идет о клане того самого николая второго есть несколько версий некоторые говорят что семья николая второго здесь где-то затерялась в лесах центральной россии это конечно ерунда полная потому что николай второй как я уже много раз говорил он выехал со своей семьей спокойном режиме туда к себе в англию и там стал тем самым георгием пятым которым и был я вам всегда говорю как вот пример который подоспел вовремя это то что творится у нас с вами сегодня в наше время когда гоша гагенцойер женился у нас в питере на своей супруге теперь уже она приехала в питер под именем ребека а женился он на ней уже под именем виктория и теперь когда она у нас здесь находится она является викторией а когда уезжает к себе туда на запад туда же в английскую корону она там является ребекой поэтому таким же путем абсолютно и николай второй трансформировался здесь у николая второго у нас северная страна он стал санта клаусом а когда возвращается к себе туда на юга на британский скажем так юга он становится обычным георгом то есть солнышком георг это кстати олицетворение солнца а николай это олицетворение деда мороза так чтобы понимать почему они противостоят друг другу и почему они являются типа двоюродными братьями это все сказки сказки которые сделаны для того чтобы осуществлять власть над людьми которые не понимают этих сказок для того чтобы простым дубовым людям у которых все прямо и извилины прямые чтобы вам понимать вот те кто такими является или думать что он такой чтобы проще было разбираться в подобных ситуациях специально американским кинематографом выпущена серия фильмов 9 10 11 12 13 ну какие-то я придумал какие-то нет друзей оушена посмотрите эти фильмы вы поймете там смысл в чем банда шантропа банда ничего не стоящих людей называет себя супер какими-то известными личностями и обворовывает самый богатый банк для этого они собирают свою эту банду придумают свои легенды и обворовывать этот банк вот точно таким же образом шантропа который называет себя королями она придумывает себе различные легенды то свадьбу гоше сыграет то ребеку викторию переименует то георга в николая а николай потом в йорк да еще набираем разные пределы это одному 5 другому 2 вот так они и обворовывают россию а ситуация с вывозом всех металлов драгоценности и урана из россии в тридцатые годы под командованием того самого косыгина она является реальной и еще раз напоминаю что уже в брежневское время брежнев очень сильно ревновал и злился на косыгина потому что косыгин имел право и возможность в любой выходной день сесть на самолетик и слетать попить чаю к своей родной королеве а вечером вернуться обычно он летал несколькими самолетами и брал с собой кортеж где-то около 40 машин поэтому кто еще думает что косыгин у нас был такой бессеребренник то ребята не пудрите сами себе такие мозги он обходился нашей советской казне настолько дорого что за эту сумму мы могли бы вооружить полностью кубу утыкать ее всеми этими ракетами только за один его условный визит королеве потому что эти машину возил с собой и не только королеве даже известный такое его в литературе вояж в крым по моему куда туда в ту сторону он тоже на самолетах брал все свои дорогие mercedes и тому подобное и все это он перевозил каждый раз и потом опускался до того что идиотничал и когда ему женщину накладывала кашки он за нее оставлял три рубля и говорил да я рассчитаюсь потому что экономить надо на всем вот такой вот экономный три рубля давал за свою эту кашку а десятки миллионов уничтожал своими вояжами перелетами и всем остальным то есть личность была не совсем положительная поэтому ее сегодняшние либералы так тащит на божничку что мол вот какой был золотой человек ну может быть как потомок николая второго может быть он и было золотой или может быть он до того навозился на вывозился отсюда золото что он стал золотым буквально просто вот пропитался этими золотыми опилками они все сыпались не как из старика там песок из него золото сыпалось в конце жизни он ведь примерно то притонул его еле-еле спасли я тоже кстати об этом моменте писал своей книге кувырок луны и описал как изменилась психика его когда его специально притопили потом выдернули из болотца и сказали что ай-яй-яй будешь себя плохо вести и слишком часто будешь пить чай у королевы утопим среди лягушек и еще одну засунем туда вот чтобы не дышалось и оттуда так что ситуация с камнем шантамании она и сказочная и реальная одновременно и поэтому мы возвращаемся к тому что на днях озвучил тот самый михаил ковальчук когда он сказал что 22 июня 1941 года в ленинграде был запущен первый циклотрон это означает буквально что его этот циклотрон строили много лет ну допустим лет десять вы же знаете сколько коллайдер строили в центральной европе а циклотрон это коллайдер только немножко другого размера тогда были маленькие коллайдеры циклотроны потому что тогда это была все-таки начальная стадия эпохи познания внутреннего вещества поэтому такие объекты сразу не строили и давайте подумаем что тогда получалось на фоне разведки смотрите советские люди начали строить циклотрон который в сорок первом году запустили примерно за десять лет до этого можно сюда приплюсовать еще лет пять на разработку документации к этому строительству потому что вы сами поймите все все этапы научного исследования этого циклотрона они были абсолютно новые и чтобы разработать все эти стенки все эти крепежи все эти формы все эти там не знаю магниты на обмотке все такое прочее нужно было вообще знать эти процессы которые потом естественно как-то воссоздаваясь уже в металле и в других материалах если бы это были старые чертежи то конечно по ним можно было бы построить там за пять лет а на сами чертежи не тратить времени но здесь все делалось как сказал ковальчук первый раз это был первый циклотрон запущен значит его начали строить лет за 15 до этого от самого зеленого свистка который там дал какой-нибудь наш этот самый советский руководитель вот до сорок первого года прошло 15 лет это какой у нас год это значит минус 10 лет это тридцать первый год и еще минус 5 это двадцать шестой год вот как раз это время двадцать шестой год когда тот самый косыгин активно вывозил уран в ту самую великобританию ну естественно у нас тоже что-то оставалось не так же просто к нему нквд приехала и положил всю его бригаду они же понимали что у нас сквозь руки проходят что-то очень важное и когда им объяснили что это важный проходит то конечно все поняли что надо с этим делом что-то решать и великобританию отсекать от этого момента убить его косыгина не могли поскольку он британский ставленник и видимо гражданин великобритании и видимо еще царевич поэтому его просто выслали в питер чтобы он там сидел швейные дела изучал а всех остальных положили поскольку они были своими расходными и вот давайте еще теперь на эту сторону таким образом посмотрим нам всегда говорят что какие-то курчатого харитоны и тому подобное все это разработчики той самой ядерной бомбы и того самого оружия является я вас конечно убедить не смогу тех кто никогда не касался секретности никогда не изучал ее поэтому попробуйте мне поверить на слово я уверен что вы даже не поверите но дело скорее всего обстояло вот таким образом что публично были назначены определенные ну как бы это мягко сказать деятели которые для официальной науки для западных разведшкол развед действий они были изобретателями вот всего того ядерного и тех же самых циклотронов а на самом деле изобретением открытием и изготовлением этих всех вещей занимались совершенно другие люди и чтобы вот мне поверить или как-то исследовать этот момент попытайтесь вот путин сказал что у нас запустил там ракету вот недавно он циркон попробуйте узнать кто в ней сделал хоть какую-нибудь часть вы никогда этого человека не не найдете и это правильный режим секретности вот так же и здесь вы представляете сорок первому году уже был построен целый циклотрон а нам говорят что там все еще копались и пытались рассчитывать какие-то граждане какие-то реакции товарищи все уже было рассчитано все уже было понято иначе строить бы не приступили и не буду дальше рассоливать здесь эту тему вы просто подумайте над тем что хотел гитлер от ленинграда когда он его окружил и вы наверное придете к тому же выводу что одной из целей естественно был тот самый циклотрон поскольку каким-то чудом к сорок четвертому году я еще раз напоминаю тот самый фильм у гитлера уже были склады по всей европе урановые склады то есть ему нужна была какая-то техника которая формировала бы что-то из этого ядерного топлива ему нужен был тот самый циклотрон поэтому он и не стал коврово бомбить тот самый питер или какими-то серьезными орудиями его утюжить или каким-то образом захватывать его ему нужна была машина нетронутая и поддерживаемая с рабочем состоянии если бы наши вдруг начали отступать и гитлера бы захватывал бы этот город то я думаю что циклотрон был бы взорван и ничего бы гитлеру не досталось поэтому у него была сложная задача он должен был не дать взорвать этот циклотрон раз уж он там был поэтому ему нельзя было захватывать этот город то есть циклотрон являлся оберегающей такой машиной для самого города гитлер об этом видимо знал видимо знал потому что он не стал форсировать этот момент такая же ситуация была и здесь в москве в округе и самое интересное что все это повторилось и в наше время я уже много раз говорил что причиной развала советского союза стал вовсе не изживший себя советский строй или там какие-то взаимоотношения и даже не предательство различных этих верхушек наших советских а совершенно другое европа затеяла себе в очередной раз захватить тот самый циклотрон но только тот который уже был нового поколения и стоял он здесь к северу от москвы я много раз об этом говорил и поэтому для того чтобы его захватить уже войну не стал развязывать никто просто подкупили или как-то повлияли через того самого горбачева и когда они здесь провели в 1992 году тот самый захват власти они вывезли отсюда тот самый циклотрон на который намечены были увеличили его все эти размеры и все его запчасти и построили свой большой адронный коллайдер но поскольку у них не было того самого камня шантомане я не знаю что это за камень реально вот такой физики как что они им называют но это что-то видимо из урановых составляющих и как-то правильно видимо обработанный поскольку они его не вставили в свою большую адроновскую коллайдерскую структуру то они от этого большого адронного коллайдера ничего так и не получили бесполезный деньгоемкий продукт который только высосал из европы все но не все большое количество денег а в результате оставил их даже без энергии поэтому сейчас они вынуждены покупать наш российский газ по две с половиной тысячи долларов за кубометр это все как раз аукивается вот тем самым оружием которые основаны на этом самом камне шантомане то есть на том самом коллайдере большом андронном который стоит на всю европу тратит электроэнергию то есть тратит энергию а сам не привносит ничего одному только хиггсу радости от этого потому что он придумал бозон они решили подтвердить хоть что-нибудь вот открыли бозон хиггса дали ему нобелевскую премию опять потратились кстати и все и этот бозон вместе с самим хиггсом никому нафиг не нужен так вот заключение я вам представляю как раз вариантик такой подумать еще раз сеточку показываю смотрите двадцатые годы косыгин поставлен великобритании в основу этого государственного британского предприятия которая добывает здесь у нас все руды золото и уран и вывозит себе туда в британию в 30-е годы начинается разработка различных ядерных проектов у нас в сорок первом году у нас запускается первый циклотрон в ленинграде сорок четвертом году у гитлера формируются объекты с хранилищем урановых изделий по всей европе и вдруг сорок пятом в конце там выступает какая-то соединенные штата и говорит давайте мы сбросим на японию две бомбы мы тоже их сделали но но тоже конечно сделали но так пас напоследок я уже тоже об этом говорил у нас к началу войны уже где-то 30 бомб лежала в районе смоленска там есть такие специальные хранилища в которые тоже гитлер стремился попасть не попал вот там лежало около 30 готовых уже бомб я думаю что парочка из них она и переключевала в ту самую америку грамотно наши сделали и еще небольшое заострение тоже сегодня очень много показывали по телеку гениальных наших разведчиков они со всех сторон настолько гениальны что работали на нас против америки но елизавета вторая своим личным письмом их пожалела отпустила и перевезла в россию опять то есть она разбирает все вот эти текучки такого плана она взяла у американцев этих разведчиков и сказала нет они все невиновны там знаете почему невиновны в связи с важными обстоятельствами вот важные обстоятельства какой-то такой термин и она взяла их и перевезла в россию сказал живите и вот они жили здесь в таком доме который все время посещал ширвин где-то центре и даже ширвин никогда не знал что они оказывается там жили так вот когда мы вспоминаем всех разработчиков этих ядерных систем и всевозможного такого оружия я еще раз вам говорю реальные мозги реальные люди никому из нас и никому из вас никогда не будут известны а будут известны только такие как вот эти разведчики телевизионные деятели которым разрешает показаться на экране сама королева фамилии естественно у этих разведчиков коины поэтому они могут с удовольствием и свободно жить в любой стране им разрешает королева коин это князь на русский переводим это князь соответствующий конечно князь из товарищей которые нам совершенно не товарищи получается что они нам и друзья и короли через королеву и враги и даже те кто делает сами все это различное ядерное оружие как вот эти всякие сахаров и цукерберги и тому подобное цукерберг и сахаров одна фамилия кстати если кто еще не в курсе и у нас получается двойная история одна история для тех лохов которые не посвящены в секретность прошу уж прощение за такой сленг и другая история которая делалась реально но ввиду ее секретности никогда не будет известно